Лиманская и Бахмутская на этих направлениях российские войска несут наибольшие потери. Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставили около 350 раненых военнослужащих-захватчиков. Тем не менее, российская армия продолжает обстреливать позиции вооруженных сил Украины, но это не приносит им желаемого результата. В оперативном командовании «Восток» сообщают, что уже несколько месяцев под Бахмутом серьезных наступательных операций российское командование не проводит. Их задача – прорвать оборону. Они пытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском и Купенском направлениях, но оказываются под плотным огнем вооруженных сил Украины. Из-за больших потерь в живой силе и технике россияне отступают. Такие планы были, но украинское командование, которое это понимало и видело всю карту военных событий, и определенные контрнаступательные действия сил обороны Украины, оно помешало российским оккупационным войскам воплотить свои планы. И сейчас они все равно стягивают свои резервы, но контрнаступления у них в настоящее время не получилось. Также Гайдай отмечает, что российские военные все чаще стали попадать в плен. По информации главы Луганской областной военной администрации, за последние дни 2022 года в плен сдались 52 военных Российской Федерации. Есть информация о стабилизации ситуации в районе Белогоровки Луганской области. Там закрепились украинские войска. За неделю они продвинулись и на 2,5 километра в сторону Сватова и Кременной. Это очень хороший результат. Некоторые успехи на Донбассе подтверждает и президент Зеленский. Ключевая Донецкая область, Луганская, наш Донбасс, где продолжаются самые жестокие бои. Бахмут, Солидар, Кременная. В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. Я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои. Эксперты Американского института изучения войны считают, что скоро российские войска на Донбассе истощат свои ресурсы и не смогут продолжать атаку. Ранее российские войска применяли 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а сейчас втрое меньше. Аналитики уверены, российское наступление на Бахмут пришло к своей кульминации и, вероятно, скоро завершится. Им не удастся сломить украинское сопротивление.